Арияру, мои маленькие любители, покушать у микрофона как всегда. Ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем проходить великолепную факторию с модом Кроссторио 2. К сожалению, такое случается, когда при записи сильно страдает звуковая дорожка из-за неведомых причин. И, к сожалению, обнаружил я этот противный брак по звуку только на стадии монтажа. К сожалению, подобный брак был и в предыдущих роликах, за что я приношу свои глубочайшие извинения. Я не знаю, с чем этот баг может быть связан, и буду очень благодарен, если вы поможете с решением данной проблемы. Для примера я включаю этот звук через 3, 2, берегите уши, 1. Этот видеоматериал невероятно важен для дальнейшего повествования, и дабы не выпадать из контекста, вашему вниманию предоставляется закадровая озвучка летсплея. Ну и для начала, по классике, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские изменения. Для начала я перестроил немножечко наш исследовательский цех, как и в прошлом сезоне. Теперь у нас здесь есть отдельный поезд, который курсирует между тремя станциями, и это нужно лишь, чтобы не громоздить кучу некрасивых и ненужных конвейеров. Ну и благодаря чему наша станция по исследованию теперь выглядит намного красивее и эстетичнее. А также за кадром я увеличил количество производимого нами коксового угля. Для будущих масштабов производства его потребуется гораздо больше тех крох, которые мы производили раньше. Поэтому я нашел недалеко от нас угольную жилу, подстроил рядом теплицы, и начал из дерева и угля производить кокс в промышленных масштабах. Правда, пришлось немножечко тут заморочиться, ведь для работы теплицы требуется еще и вода, которую мне пришлось возить сюда поездом аж с самого юга карты. А после того, как кокс произвелся, он в таком же логистическом формате погружается на поезд и везется к станции переплавки стали. И благодаря нашей оптимизации у нас выходит производить эту сталь в очень приятных для нас масштабах. А уделять этому всему время в серии я не вижу абсолютно никакого смысла, ведь все это мы уже когда-то с вами делали, пускай что и в меньших масштабах. Ну а на эту серию у меня в планах поскорее выйти на производство дрончиков, и у нас уже почти все есть, кроме смазки, для которой требуется продвинутая нефтеперегонка. Ну и уже за кадром я подготовился, и ко всем заводам по перегонке нефти я подвел еще и воду, чтобы нефть разделять в этот раз на три фракции, попутку, дизель и мазут. И эти все три фракции уже успешно у нас сохранятся и складируются. И когда же у нас началась перегонка и складирование, можно было бы сказать, что все, продвинутая нефтянка закончена, мы как бы разделяем на три фракции нефть, что нам еще как бы нужно, но как бы не все так просто. Проблема в том, что при заполнении одного из компонентов системы, другие компоненты производиться просто не будут. В связи с чем нужно будет настраивать логику для всего происходящего. Для этого на примере я оставлю помпу и сравнивающий комбинатор, который будет активироваться от условия, если наши хранилища заполнены более чем на 95%. То есть, если у нас появляются излишки какого-либо материала, мы их куда-то деваем. У нас по факту есть два пути. Либо мы это будем все безобразие сжигать, либо повторно перегонять. Я рассматриваю только второй вариант, поскольку он мне больше близок и больше интересен. И таким образом, из мазута и воды мы будем получать дизель, а из дизеля и воды мы будем получать попутку. Так у нас цель производства замкнется и пропорции должны идти примерно одинаковые. И чтобы уж наверняка все это работало как нужно, нужно обеспечить незабиваемость нашего последнего и самого важного ресурса попутки. К сожалению, ее никуда мы перегонять не можем, так что единственный вариант это сжигание. Как бы не было жалко сбрасывать столь драгоценный газ, мне придется это делать. И придется настроить это так, что при достижении уровня в 99% часть этого газа будет сжигаться. В ином случае у нас может обязательно не хватать либо мазута, либо дизеля, и производство резко и неожиданно для нас на каком-нибудь этапе обязательно встанет. Что естественно, допускать мне очень не хочется. Ну а с появлением промышленных производственных мощностей стали, теперь я могу использовать стальные трубы вместо железных. Ведь у них большая проходимость и большая длина, что обеспечит мне большее удобство. Ну а когда же был полностью проект завершен с продвинутой нефтью, и с ее пропорциями, нужно было бы строить то, ради чего я в принципе завершал все это дело. А именно цех по производству смазочной жидкости. Для производства смазки, кроме мазута, из компонентов больше ничего не нужно. Поэтому ее схема выглядит простейшим образом. А вся смазка попадает в резервуар, в свою очередь из которого она по трубам будет попадать на основную шину для дальнейшего производства. Единственное, пока у нас производство без внимания и которое не идет никуда, остается у нас дизель. Но и его я знаю куда девать. Из него создается великолепнейшего качества ракетное топливо, которое мало того, что требуется дальше по прохождению, так его еще и можно эффективно и выгодно использовать в качестве топлива для поездов. Ну а поскольку я никогда с ним дела не имел, и у нас вообще другие планы на серию, его производство остается на закадровое время. И когда же на нашей шине базы появляется смазка, я решаю построить цех по производству твердотопливных двигателей. Решаю я строить это безобразие сразу в промышленных масштабах, чтобы если что вдруг потом не нуждаться. Ну и как окажется потом, я немного в масштабах слегка переборщил. Хорошо, что для твердотопливников ничего кроме железа не нужно, поэтому так легко эта вся схема здесь встает и начинает производиться. В процессе постройки мне приходит оповещение о низком заряде аккумуляторов. Я построил небольшую схему для удобства, ничего сложного, лишь схема завязана на заряде, благодаря чему я буду теперь всегда знать о возможных проблемах с энергией. И если вдруг слышу этот сигнал, значит с энергией все плохо. А чтобы было хорошо, нужно увеличивать масштабы ее производства. Нужно строить больше аккумуляторов и солнечных панелей. Но вручную это делать очень долго. Да и зачем, если мы можем сейчас и уже скоро понастроить кучу дронов, которые без нашего участия начнут модернизировать нашу базу. Следующий этап для дронов это электродвигатели, которые из самого серьезного требуют только смазку. А схема для их производства не очень-то и сильно отличается от производства обычных твердотопливников. Отличаются лишь ресурсы, поэтому Ctrl-C, Ctrl-V для нашего счастья. Ну а когда все успешно подключено, началось производство первых электродвигателей и складирование их в будущие логистические сундуки. Последующий элемент это каркас дроны, для которых мы уже почти все подготовили. Для них потребуется немного аккумуляторов, производство которых располагается немного выше по шине. И чтобы не заморачиваться, я просто размещаю тут точно такой же цех. А еще нам не стоит забывать о электронных компонентах, которые нам были нужны для красных схем. А значит, мы без проблем сможем производить их где-нибудь по месту. Ну а когда же все было успешно построено и соединено, все пошло успешно работать и функционировать. Но, к сожалению, не в целом объеме, потому что, как всегда, у нас закончились какие-то ресурсы на постройку. Но, хоть как-то это работает, остальное достроится. И раз мы уже почти дошли до производства дрончиков, то пора бы уже и дронстанции ставить. Они давно уже и успешно создаются на Молл, и для них не нужно никаких серьезных ресурсов. Так успешно получилось, что дронстанции ровно встают посреди одной из линий нашей шины, тем самым обеспечивая великолепный охват всей шины, а впоследствии и всей базы. Ну а вот и он, долгожданный завод с самими маленькими жужащими дрончиками. Уже построен и ждет, когда будет работать в полную силу. Оставлю я пока этих дрончиков на самостоятельное производство и убегу расставлять все недостающие дронстанции по всей шине, расширяя тем самым логистическую сеть. Ведь, как ни странно, все это у нас делается по большей части для упрощения жизни и увеличения масштабов производства электроэнергии посредством увеличения солнечных панелей. Помимо основной шины, дронстанции я разместил еще и на Мол, чтобы дрончики помогали мне с логистикой и перетаскивали всякие вкуснятины. А не я бегал бы за этим, тратя драгоценное время. А чтобы уж себе совсем облегчить жизнь, в модульную броню, которую я себе недавно крафтил, я запиховываю такую же дронстанцию, солнечную панельку и батареечку, тем самым позволяя дрончикам работать прямо из моих карманов. Ну а следующим на повестке дня, это создание новых видов исследовательских карт. Это так называемые военные карты, для создания которых понадобится кокс, заблаговременно которые мы начали производить, и тут я его потихонечку вывел вот судой вот. И как ни странно, нам потребуется также эктоплазма. Вещица, которой не акцентировалось раньше внимания, но на самом деле достать ее до безумия просто. И ее очень много в любом месте обитания кусок. И можно в ее собирать лопаты, которые крафтятся нехитрым способом. Ну а так как в последующих версиях мода была добавлена лопата в хатбар, необходимость крафта лопаты вообще отпала. И за все это прохождение, мне удалось нафармить нехилое такое количество слизи. И это неудивительно, ведь мне приходилось воевать с кусаками очень часто. А раз этой слизи теперь у нас так много, мы ее все будем реализовывать. И таким не самым сложным образом, у нас появляется сверху шина, завод с военными картами. Правда для его постройки пришлось немножечко пустых пакетиков поднатырить, но я думаю никто не обиделся. Эти карты успешным конвейерным образом теперь попадают на исследовательскую станцию для последующих военных исследований, что позволит мне гораздо интереснее истреблять кусок в будущем. А после я начинаю строить наши электростанции в гигантских масштабах и количествах. У меня для этого есть два основных построительных шаблона. Один с панелями, другой с аккумуляторами. Не существует точечных пропорций для этого всего безобразия. И все это нужно строить сугубо на глазок. И самое приятное, то что для постройки этого всего нам просто нужно разместить чертеж, а наши дрончики все сами смогут, все сами построят из уже имеющихся материалов. В основном я буду этим заниматься за кадром, чтобы лишний раз не захламлять эфир. Надеюсь, что побольше артефактов и браков по звуку больше не будет, и наша фабрика будет расстраиваться в спокойном для себя режиме. И если у вас есть идея, откуда могут браться подобные артефакты, то пожалуйста, пишите свои догадки в комментариях. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покожий слуга Мамору. И еще услышимся.